Его мысль почти никогда не отрывалась от Библии. Каждый день он писал комментарии к избранным стихам Ветхого и Нового Завета. Так вспоминал о драматурге Поле Кладели его друг, композитор Мийо. Вообще Кладель был дипломат по своей профдеятельности. А пьесы, которые он писал, начали ставиться лишь в 1943 году. Автору было уже, представьте, 75 лет. Все дело в том, что писал Кладель свои пьесы, будучи долгое время увлеченным стилистикой символизма, увлеченной поисками новой формы драматургии. И они поначалу воспринимались лишь пьесами для чтения. Его трагикомедии «Атласный башмачок» и «Мистерия благовещения» насквозь пронизаны христианскими мотивами. В 1926 году Кладель сказал «Атласный башмачок – это мое духовное и художественное завещание, и меня не интересует больше ничего, кроме Бога». Жертвенность, духовное прозрение, искупление греха – вот о чем писал в своих драмах, мистериях символист-христианин Кладель. В России первым популяризатором Кладеля был Максимилиан Волошин. Он, в частности, перевел его пьесу «Отдых седьмого дня». А вообще, творчеством христианского поэта и драматурга были увлечены в 20 веке выдающиеся композиторы и режиссеры – Таиров, Аннегер, Растеллини, Оливейра. Кроме стихов и пьес он писал религиозное эссе. Поэт взирает на крест, предисловие к апокалипсису, религия и поэзия – пример таких ярких, глубоких эссе. Крупнейший религиозный французский писатель XX века, академик и дипломат Поль Кладель уйдет в мир иной 23 февраля 1955 года от Рождества Христова.